На тем временем Олимпийский комитет России получил документы из МОК. К Олимпийским играм допущено около 270 наших спортсменов. Это касается практически всех видов спорта. Пока, правда, нет ясности с некоторыми грибцами. Первоначально Олимпийский комитет России утверждал, что в сборную войдут 378 человек. Но, как мы уже знаем, большинство легкоатлетов и тяжелоатлетов на соревнования не допущено. МОК предоставил право решать судьбу российских спортсменов международным федерациям. Хочу сказать, что по большинству видов спорта наши команды будут принимать участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в полном составе. Более того, те команды, которые уже находятся в Олимпийской деревне, наши, проходят дополнительные допинг-тесты. Там, где федерация считает, что, может быть, не так много, как им бы хотелось, было сделано допинг-тестов, еще сейчас дополнительно берут тесты у наших спортсменов. То есть на сегодняшний день, я думаю, что нет более чистой и так сильно проверенной команды, как российская. Но кроме этого стало известно, что спортивно-арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию российских грибцов Анастасии Коробейщиковой и Ивана Подшивалова. Решение с Покомым МОК автоматически лишить прав всех, имеющих допингово в прошлое российских атлетов, признано неисполнимо. В состав сборной могут войти также пловчиха Юлия Ефимова и борец Виктор Лебедев. Это зависит от спортивного арбитражного суда. Слушания пройдут 6 августа. Но в случае положительного решения их приплюсуют команде, а протокол заявки сборной России будет пересмотрен и подписан заново. А ранее, как мы уже сообщали, свои дела в спортивном арбитражном суде выиграли пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов.